Слава Богу, братья и сестры. Мне уже братья высветили, что мои 20 секунд ушли, поэтому я уже так и стараюсь осторожно здесь. Итак, там что-то будет сейчас высвечено, кто-то на слайдах работает. Я не вижу здесь, окей. Да. Это епископ католической церкви, звать его Франц Питер Теберц ван Эльц. Очень сложное название. И вот в 2008 году он переехал в один маленький городок Германии, звать его, называется он Лимбург, и решил построить себе домик. У него уже был такой небольшой домик, но он решил, что для епископа надо серьезный такой, чтобы сделать хороший ремонт, и попросил у католической церкви деньги. Там они рассуждали, сколько это будет, и вначале вышло, что 3 миллиона церковь сказала ни в коем случае, и разобрались с тому, что будет 1,65, 1,5 миллиона, примерно 1,5 миллиона. У него был этот домик такой, но нужно было сделать хороший ремонт, и вы знаете, есть по-русски такое название аппетит приходит во время еды. Знаете такое, да? Ну, он начал строить там, посмотрел двери, ну, пригложили ему одни, другие, он говорит, не, не то, не то. И за миллион заказал себе внутренние двери. Потом взял себе, заказал ванную за 20 тысяч долларов. Ну, если бы это Юлик заказал, мы бы все поняли, понимаете, да, но если епископ католической церкви, то все-таки он человек церкви, и люди сказали, «Ммм, слушай, дорогой, это не слишком уж для тебя так солидно», и так далее. Ну, и когда он начал строить, начал строить, строить, пять лет прошло, и в конце концов подсчитали, сколько же стоило его домик, оказалось 31,5 миллионов евро, это почти 33 миллиона долларов. И с другой стороны люди бы сказали, «Ну, хорошо, позволит католическая церковь, у нее оборот годовой в миллиарды долларов, какая разница, там 31 больше миллиона, для того, чтобы ушел, чтобы хорошо епископу жилось». Но когда люди увидели, что человек может позволить себе такие вещи, когда сотни и тысячи людей умирают от голода, они сказали, «Ни в коем случае». Мы не согласны с такой идеей. И в Германии начался самый настоящий скандал, прочитаю вам, что писали газеты в то время. Например, вот такой вариант, «Эффект Тебборца резко возрос выход из церкви». Или другая газета писала, что массовая потеря членов церкви, «Эффект Тебборца», знак вопроса, или же другая газета писала о том, что Тебборц фан Эльц – лимбургский скандальный епископ. И тогда началось следующее, которое сегодня в Германии называют до сих пор «Эффект Тебборца». Если тогда в католической церкви, в той епархии, где он находился епископом, уходило, может быть, за неделю один-два человека из церкви, то после того, как вышел этот скандал, по сто, по двести человек за день выходило из церкви. Они сказали, «С той церкви, где люди позволяют себе такие растраты, когда миллионы людей умирают из голода, мы не хотим ничего общего иметь». Казалось бы, здесь парадокс. Человек, который должен привести людей в церковь, человек, который должен заботиться, что люди остались в церкви, он служит причиной тому, что люди массово покидают церковь. Как такое может быть, что человек, который вся жизнь направлена, должна быть на то, чтобы люди остались в церкви, он служит причиной того, что люди уходят из церкви? Я хочу, чтобы вы запомнили эту маленькую историю, мы к ней еще вернемся, а сейчас мы с вами посмотрим в Библии, и в Библии есть история, вам всем хорошо известная. История, вы помните, когда Христос омывает ноги ученикам, потом идет молиться, его предают, потом его страдания, и на кресте он был распят за нас, что мы сегодня слышали. Но между всеми этими событиями есть такая маленькая история, которую передали все четыре Евангелия. Это очень редко, чтобы все четыре Евангелия говорили об какой-то истории, но здесь она передана в девяти стихах во всех четырех Евангелиях. Это о том, что один из апостолов отрубил ухо другому человеку. Казалось бы, какая мелочь, и кого это интересует, но все четыре Евангелия больше или меньше говорят об этом, и вот эти вот девять стихов мы с вами сейчас прочитаем. Итак, начинаем мы с Евангелия от Матфея. Где написаны такие слова. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думай, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне больше, нежели двенадцати легионов ангелов. Марк намного меньше, говорит, всего один стишок, говорит, один из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященникова, и отсек ему ухо. Лука добавляет одну деталь, которую не сказал никто из них. Бывший же с ним, видя к чему идет дело, сказал Господи, а не ударит ли нам мечом? Один из них ударил раба первосвященника, отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольно, и коснувшись уха, исцелил его. Тридцать лет спустя было написано последнее Евангелие, и вот уже когда эти люди умерли, Иоанн раскрывает имена, кто же это был, что это были за два человека. Здесь написано, Симон же Петр, имея меч, извлек его, ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя Работому было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Казалось бы, что можно проповедовать в следующие 50 минут или 45 на эту тему, такая вроде бы маленькая незаметная история. Тема моей проповеди называется «Промахнулся». Я думаю, вы все прекрасно понимаете, друзья, что метился Петр не в ухо. Согласны вы, друзья, да? Хотел он голову ему отрубать. Ты что ж, ты же на Иисуса, и что, это же Господь, Мессия, это Сын Божий, а ты хочешь теперь его. И вот он взял ему, но промахнулся и отсек ему только правое ухо. Итак, в этой проповеди есть три человека. Есть человек, который обижает других людей. Есть второй человек, который обиженный, обиженный от христиан. Есть третий, который примеряет или исцеляет людей. И я хочу в этой проповеди сказать три типа людей, которые мы имеем именно из этой истории, и три задачи, которые стоят перед нами сегодня. Итак, начинаем мы с первого типа людей. Это был Петр. Господи, а не ударить ли нам мечом? Петр говорит, Господи, не ударить ли нам мечом? Мы же хотим за Тебя защититься. И эта история очень много волновала многих людей. Вот я хочу показать вам две такие картины, которые нарисовали люди, вот именно вспоминая эту историю. Например, вот эта картина. Вы видите, сколько любви в взгляде Петра. Видите, да? Как он? За Иисуса! За Иисуса меч выхватывает и сразу ему промахнулся, но по уху хотя бы ухо отрезал. Или же другое. Вот другая картина. Вы видите, конечно, Петр не был таким старым человеком, но вы видите, сколько у него любви в глазах. Вы видите, да? За Иисуса! Мы тебе не только ухо отрежем, за Иисуса! За Иисуса! И вот в немецком есть такая пословица, называется «God is okay, wenn nicht sein Boden personal» переводится на русский язык «Бог в порядке, если бы не его наземная команда». С Богом мы не имеем проблемы, но вот эти вот прославители, вот эти проповедники, вот эти вот все пастора, с Богом у нас никакой проблемы нету. Но вот эти люди, которые служат ему, эти епископы, которые себе домики строят, вот это проблема, понимаете, да? И здесь у нас, друзья дорогие, смотрим мы на Петра, человек, который обижает другого человека. Может ли в настоящее время быть мечи Петра, когда мы можем брать что-то и отсекать уши или еще какие-то дела делать, друзья? Я покажу только на некоторые вещи, которые вы все прекрасно знаете. Первое, чем мы можем поранить другого человека, эти наши слова, друзья. Наш язык, который может поранить, который может причинить рану другому человеку, и может быть кто-то сидит здесь в этом зале или слушать нас будет онлайн, который был поранен словами христиан, языком христиан поранен. Другой меч – это характер наш. Мы за Христа, у нас столько, да ты что? И вот мы характер такой вспыльчивый, гневный или что-то и так далее. Или же ревность не по рассуждению, когда мы пальцем показываем, ты смотри, как ты одетый, ты знаешь, ты куда пришел? Это дом Божий. Да мы тебя сейчас, я не знаю, и что с тобой сделаем за Христа, понимаете, да? Петр же за Христа заступался. Или же религиозный дух. Те люди, которые предали Иисуса Христа на страдания, они же за Бога, друзья. Как ты такой богохульник? Как ты посмел Иисус Христос назвать себя Мессией и так далее? Кто-то, может быть, послушает и скажет, а что нам до этого? Господи, не ударить ли нам мечом? Мы же, конечно, люди хорошие, мы же христиане, с нами такого, конечно, никогда не случится. 11 апреля этого года на мое день рождения случилось следующее у нас в Германии. У нас в Германии есть очень известная футбольная команда, называется Боруссия Дортмунд. И вот 11 апреля они проезжали, у них должен быть состояться футбольный матч, вся команда была в автобусе, проезжали мимо такого леса, и прогремело три взрыва, три бомбы взорвались. Им просто повезло, что автобус немножко далеко ехал от кустов, и поэтому сильно там ничего не произошло, и никто сильно не пострадал от этого. Ближе они бы пару метров проезжали, все бы, от них ничего не осталось. И там, конечно же, сразу нашли три письма, где написано, что мы, ИГИЛ, вот это ИГ, знаете, да, вот эти вот мусульмане, мы против, мы взорвали и так далее. И они посмотрели, что-то сильно не похоже на них, но что-то мусульмане таким четким, хорошим немецким языком пишут, понимаете, да, письма были написаны хорошим языком, и они начали искать не только в направлении терроризма, мусульманства, но во всех направлениях. Через две недели нашли человека, который взорвал эти три бомбы. Звали этого человека Сергей В. Ну не слишком немецкое или мусульманское имя, согласны вы, друзья, ну не слишком. 28 лет ему, соседи сказали, что он очень приятный, интеллигентный человек, так называемый русский немец, родился в Челябинске, переехал в Германию, и вот там жил. И вот что меня самое большее, русский немец еще так, у нас 4 их миллиона, они тоже все разные люди, понимаете, да, но вот что меня до конца просто достало. Человек, который взорвал три бомбы, который знал, что может погибнуть вся футбольная команда, он был членом пятидесятнической церкви, был активным пятидесятнической церкви. Господи, не ударит ли нам мечом? Не бывает ли такое, что мы, как христиане, можем принести кому-то боль, кому-то ухо отрезать, кому-то сердце поранить. Мы же за Господа, посмотрим еще раз на Петра, он же выхватывает этот меч и хочет там что-то отрезать, за Господа он же защищается. Почти тысячи лет назад был такой папа римский, звали его Урбан II, 27 ноября он проехал по всей, начал проехать по всей Европе и говорил, Бог хочет, Deus lo vult, этого хочет Бог, это воля Божья, чтобы все христиане собрались, мужики, и пошли освобождать Иерусалим, который находился тогда именно в мусульманском какой-то поданстве, и они должны были идти, и пошли тысячи людей на пути грабили, насиловали, убивали людей, Бог хочет этого, во имя Бога. И когда они пришли в Иерусалим и освободили Иерусалим, была огромнейшая битва, когда они были, историки говорят, что они стояли почти колодку в крови, столько крови были пролилось, и когда они освободили Иерусалим, на следующий день они пошли и пели в церквях Аллилуйя, Боже, мы сделали Твою волю. Как может так быть, чтобы люди неправильно понимали волю Божию, убивали, насиловали людей и говорили, этого хочет Бог. Шесть миллионов евреев, двадцать миллионов и сорок миллионов других людей, миллионы людей, которые погибли во время Второй мировой войны, когда немцы или фашистская Германия объявила войну всей Европе. И когда шли эти эсэсовские солдаты, у них на пряжках вот здесь написано было, вот здесь по-немецки написано «Год мит унс», с нами Бог. С нами Бог. Когда люди причиняют боль другим людям, как может быть такой затумненный разум, когда они делают что-то и говорят «С нами Бог, мы делаем волю Божью». Петр думал «Я отрублю ухо, отрублю голову и еще смогу Иисуса защитить», но это была неправильно понятая воля Божия. Иисус говорит «Петр, я могу попросить Отца Небесного, он столько ангелов пошел, что ты даже представить себе не можешь. Не надо защищаться за Иисуса Христа». Скажем мы «Аминь», братья и сестры. Надо жить правильной жизнью. Итак, первый – это человек, который причиняет боль другим людям, это был Петр. Второй – это был Малх. Малх и отсек ему правое ухо. Если мы посмотрим на этого Малха, мы очень мало знаем о нем, мы знаем, что он был раб первосвященника, последний исцеленный Христом человек. Если мы перенесем это в настоящее время, то Малх это человек, который пострадал от христиан. Человек, который пострадал от христиан. Лео, ты не ошибся? Может такое быть, что человек пострадал от христиан? Не от мусульман, не от кого-то другого. Человек, пострадавший от христиан, который христиане отрубает уши, ранит сердце. Может ли такое быть? Все чаще и чаще мне встречаются вот такие вот названия. Израненные, зависимые, страдающие, люди в стыде и чувство вины из-за христиан. Люди, которые закрыли рот, люди, которые с детства наказывали по каким-то христианским неправильным стандартам, люди, которые находятся постоянно в стыде, которым постоянно говорят, ты ничтожество, ты грешный человек, и ты должен каяться. Постоянно, постоянно, постоянно христиане говорят такие слова. Ваш американский пастор, который звать Брус Немеров, когда Неремер, когда-то сказал такие слова. Многие люди в церкви и в миссиях держат чувство вины за результат Богом данных убеждений. Они говорят, если мы на самом деле чувствуем себя скверно и виновными, тогда это сделал Дух Святой. Чем хуже тебе, чем больше работы Духа Святого. Понимаете, о чем идет речь? Не дай Бог, ты придешь и кому-то скажешь, скажешь, как дела? Ой, так скверно я тебя чувствую, так скверно. Аллилуйя, Дух Святой работает над тобою. Не дай Бог, ты скажешь, у меня все прекрасно, я радуюсь Богу. Что-то у тебя не то, харизмат ты точно, но еще там что-то глубже есть. Поэтому, друзья, это неправильно, когда мы думаем, что только когда нам плохо, Дух Святой работает над нами. Английский пастор, который зовут Вильям Баркли, когда-то сказал такие слова. Истинная вера отличается тем, дает ли она человеку крылья или вешает ему камни на шею, помогает вера человеку или преследует его. Скажем мы аминь, братья и сестры. Истинная вера, истинное христианство освобождает человека. Поэтому, как мы помним, из-за этого епископа люди ушли из церкви. Массовый отход, эффект Теборца. И в Америке было проведено исследование и пришли к следующему выводу. 90% христианской молодежи в американских церквях оставляют церковь после окончания образования. И сейчас пастор приносит, сказал такую огненную, такую прекрасную проповедь о том, что мы поколения должны, должны заботиться друг о друге и так далее и тому подобное. Что мы сделаем для того, чтобы наши дети остались в церкви? Аминь, братья и сестры. Это наша задача. Это наша задача. Когда эти 90% не касаются нас, то там хоть 150% будет, но когда в 90% один из наших детей это наша боль и это наша скорбь, и мы задаем вопросы, а может быть церковь виновата в этом? Потому что отсекли ухо и поранили сердце. Третье. Это был Христос. Третье. Это был Христос. Я приведу три слова, и вы скажете мне, правильно это или нет. Христос, христиане и христианство. Как бы было хорошо, ведь эти все слова имеют общее между собой христианство. Произошло от того, что люди стали христиане, а христиане стали, потому что имя носят Христа. Но было бы прекрасно, если бы все это было на одном уровне. Сегодня в мире множество религий, самая большая внизу, вы видите, 2,6 миллиарда это христиане. И если бы сегодня христиане были одинаковые, но вот сегодня 45 тысяч различных, не церквей, деноминаций христианских. И многие, которые примириться друг с другом не могут, в глаза друг к другу посмотреть, руку подать друг к другу не могут. Христос и христианство одно и то же. Я бы с радостью сказал, да, но практика показывает о том, что это не так. И говорят, что есть два чуда. Первое чудо, когда люди становятся христианами, а второе чудо, когда христиане становятся людьми. Когда мы, христиане, становимся нормальными людьми, которые не причиняют людям боль, которые не причиняют людям зла. Более 500 лет назад был такой профессор в Оксфорде, это один из самых знаменитых в университетах мира, звали его Томас Линакар. И в конце своей жизни он решил стать католическим пастором, тогда была только католическая церковь, протестантов еще не было. И первый раз в жизни, когда он пошел на семинар, на какого-то учиться, чтобы пастора, первый раз в жизни ему дали прочитать Евангелие на латинском языке. Он с жаждой прочитал четыре Евангелия. Он так первый раз, не только попробовал, сам лично прочитал Евангелие от начала до конца, все четыре. И когда он сравнил то, что написано в Евангелии, состояние той церкви, в которой он находился, он сказал знаменитую фразу, которая вошла сегодня в историю. Он сравнил Евангелие и церковь и сказал такие слова, или это не Евангелие, или мы не христиане. И я задаю себе вопрос, когда мы читаем Евангелие, что говорят о нас люди? Ведь они нас тоже читают, братья и сестры. Ведь они смотрят на состояние нашей церкви и говорят, они проповедуют одно, а живут совершенно другой жизнью. Пусть сохранит нас Бог, друзья. Поэтому три задачи, которые стоят перед нами. Первая. Первая задача, которая стоят перед нами, это называется очень просто. Я цитирую то, что сказал Христос. Он сказал, довольно. Отложить меч и характер Петра. Довольно. Хватит. Петр выхватил этот меч. Ученики говорят, Господи, а не ударит ли нам мечом? И все другие скажут, что скажет Иисус? Петр уже не дожидается, выхватывает. У них было два меча. Первый отсекает ему ухо. А Христос говорит, довольно. Хватит. Если ты в свою жизнь отрубовал людям какие-то там уши или что-то и наносил людям раны, сегодня на этом месте Иисус Христос говорит, довольно. Аминь, братья и сестры. Довольно. Хватит этого делать. Отложить нужно меч и характер Петра. Мы говорили, слова наши, характер, ревность не по рассуждению, религиозный дух и так далее. И если некоторые говорят, ну я, что такой был, ну я же виноват в этом все. Сегодня Господь говорит, довольно. Хватит этого делать. Почему Петр нацелился на ухо? Может быть, я не знаю, может быть, ты как ребенок тоже такое пережил. Что-то случалось в его жизни, и его мама сразу раз за ухо. Или как по уху, раз. И может быть, у тебя тоже такое было, да? И ты целишься сразу по уху, и ты там, у тебя такое было в твоей жизни. И ты говоришь, ну что я? Я такое в жизни пережил, и вот так вот я со своими детьми отношусь, так я отношусь с другими людьми и так далее. Некоторые говорят, а что, я виноват, что ли? Посмотри в Библию, проповедник. Там точно самое. Исаак был, как Авраам, Яков был, как Исаак, Соломон был, как Давид. Брат сказал здесь прекрасную проповедь о Давиде Соломоне, но это была только позитивная сторона. У Давида было восемь жен и десять наложниц, а Соломон его вот просто мега переплюнул своего папу. Помните, да? Он сказал, что мне восемнадцать? Мне тысячу надо. Понимаете, да? И некоторые говорят, ну что, посмотри в Библию, там же то же самое. Что я виноват? Я такой, как папа. И говорят некоторые, даже статистика доказывает, и, к сожалению, это правда. Статистика говорит, что 70% детей, которые рождаются и живут в семьях, где папа с мамой ругаются и разводятся, 70% женятся. И что делают, мои дорогие? Я обращаюсь сегодня к людям, которые живут в браке, моего возраста и старше. Храните брак хотя бы ради ваших детей, хотя бы ради ваших детей. Другая статистика говорит, о том, что до 87% детей алкоголиков становятся кем? Алкоголиками. И это зависит от нас, как мы будем вести свою жизнь хотя бы ради наших детей. Несмотря на это, даже если статистика так говорит, даже если библейские примеры конкретно говорят об этом, не имеем мы права, друзья. Довольно, говорит Христос, твой папа был алкоголик, ты не должен быть алкоголик. Твой папа, твоя мама, не смогли сохранить брак. Ты сохранишь брак, потому что ты дитя Божие. Аминь, братья и сестры. Ты не имеешь права. Довольно. А некоторые люди говорят, ну вот видите вот здесь, какая пословица в русском языке, кто из вас знает? Что яблоко, что делает? Недалеко катится от яблони. Ну что ж, я виноват. Мой папа был такой, он был грубияном, а моя мама на папу била или папа маму бил или что-то там понасчет его думает. Ну я в такой семье родился и так далее. И здесь только русские могут понять, если я скажу это слово, горбатого, что мои дорогие, могила из прави, да ну что я виноват, что ли, да вот у меня такой характер, и такой папа у меня был, и такая мама, и такое у меня все было. Мои дорогие братья и сестры, довольно, согласны вы? Довольно. Если вы дети Небесного Отца, если вы родились свыше, коли вы родились с горы, мои дорогие украинцы, не имеем мы права быть как папа и мама, а только характер Отца Небесного должен быть в твоей и моей жизни. Аминь, братья и сестры. Не то, что вот папа был такой, так Андрюша рассказал о том, что он 25 букетов пересмотрит, чтобы твоей жене взять хорошо. Мой папа в жизни не подарил моей маме их цветы, в жизни не подарил. Ну и что, я приду, скажу, ну дорогая, мой папа не дарил, и я тоже буду таким. Какие глупости. Мы должны быть лучшие мужья, потому что мы христиане. Аминь, братья и сестры. Их идти, и не 25, а 250 букетов перебирать, чтобы наших жен сделать счастливыми. Мужья скажем аминь. Кроме Андрюша никто не говорит. Хорошо. Окей. Итак, первая наша задача, мои дорогие, первая наша задача. Если ты до сих пор оправдываешь себя и говоришь, что вот я такой есть, вот я такой, вот я вспыльчивый такой, но ты пойми меня, Лео, я же вспыльчивый за Иисуса. Понимаете, да, Петр же Иисуса защищал, он же ухо отрубил, потому что за Иисуса. И многие люди за Иисуса, они могут и других людей, что только, и не только ухо отрубить, и все, и поранить человека. Что ты пришел? Ты пришел в Дом Божий, как ты выглядишь? Посмотри на себя, а что ты делаешь, и как? Так, и люди может больше никогда не придут в церковь из-за тебя. И ты будешь всегда оправдывать. Я стоял за истину, за праведность. Не нужна никому такая истина, мои дорогие. Не нужна никому такая праведность. Довольно, говорит Иисус, отложите меч и характер Петра. Задача номер два. Вторая задача, которая стоит перед нами, мы посмотрим теперь не Петра, а второго человека. Кто из вас помнит, как его звали? Мал, спасибо, вы со мною. Итак, вторая задача, которая стоит перед нами, называется «Не разочаруйся». Не разочаруйся. Как я вам сказал о том, что, к сожалению, вот эти описания, сломленные люди, израненные, зависимые, страдающие, жертвы, люди, которым привили комплекс неполноценности в церкви, которые постоянно внимали в том, что если Дух Святой работает с тобою, это когда ты чувствуешь стыд и чувство вины, которые застояли молчать, закрыли им рот в церкви. Да, к сожалению, это так. Да, к сожалению. К сожалению, это так. Это описание, которое сегодня все больше и больше приходит от церквей. И он показал только один скандал католической церкви, когда один епископ построил себе маленький домик, самый большой скандал, это то, что делает католическая церковь с маленькими детьми, это насилие над детьми, друзья. Это такой скандал, что невозможно себе представить. Если кто-то здесь сидит или слышит нас, описание чего-то, может быть, подходит под тебя, то у тебя есть выбор. Выбор первый, это остаться в статусе жертвы. Это значит, ты будешь всю жизнь ходить и будешь лелеять свои раны. Ой, мне так плохо, мне так плохо, мне ухо отрубили христиане, они такие лицемеры. Вы слышали, что они здесь поют? Я каждого знаю, у меня компромат против каждого из них, я знаю, они все лицемеры. А пастор выходил, а еще кто-то, они все нехорошие люди, и они меня ранили. Я пришел к ним в церковь, а они на меня не посмотрели, они мне первое место не дали, они мне там еще что-то, они все лицемеры. Я искал в этой церкви любви, а любви не получил. Дорогой, когда ты приходишь в церковь, твоя задача отдавать любовь, а не искать любовь. Согласны мы, друзья? Не путайте, пожалуйста, не путайте этого. И многие люди не хотят исцеляться. И вот это моя идея, друзья. Многие люди хотят остаться в этом статусе жертвы. У них есть болячка какая-то, которую, да, принесли христиане. Да, у них что-то произошло, как я уже сказал, сломленные, израненные, но они не хотят исцеляться. Им так нравится, что у них есть болячки, и они остаются в этом статусе жертвы и ходят, ой, да я бы что-то сделал, но ты знаешь, меня однажды изранили христиане, вот эти злые, нехорошие христиане и так далее. И если с тобою такое произошло, ты не имеешь права оставаться в таком состоянии. Этот человек малых мог бы сказать, Иисус, кто ты вообще такой? Я знаю, нам сказали прийти тебя взять, потому что ты нехороший человек. Мы пришли сюда с факелами, с ружьями, там какой-то солдаты пришли, все, и ты будешь прикасаться к моему уху? Нет, но он разрешил Иисусу прикоснуться к его уху. Если у тебя сегодня больное ухо, больное сердце, я не знаю, что может быть в церкви тебе когда-то или может быть в твоей семье папа и мама по ревности что-то сделали. Сегодня есть время, чтобы Иисус прикоснулся к нашим ранам. Аминь, братья и сестры, чтобы Иисус прикоснулся к нашим ранам. У вас есть американский пастор, который звать Эрвин Лютцер, и он написал книгу, которая по-английски называется «От пастора к пастору». В немецком она немножко по-другому называется «Идеале гемайнде сухтен перфектен пастор». И переводится на русский язык такими словами «Идеальная церковь ищет совершенного пастора». Это Джексон Вилл и Богдан. Это единственная церковь, которую я знаю. Нашли, церковь нашла и пастор нашла. Ну, нету такой церкви, согласны вы, друзья? Но некоторые люди ищут, бегают и прыгают и так далее. И вот пример приведу, который был более 150 лет назад. Был в Лондоне такой проповедник, которого звали Чарльз Сперджин, имел большую церковь. И к нам много людей приходили. И вот однажды пришел к нему молодая пара, которая говорит, «Пастор, мы были уже несколько раз на ваших собраниях, были уже во стольких других церквях, мы уже ходим». И он говорит, «А почему вы не вступаете в церковь?» «Ой, пастор, мы были вот там, и там, и там, они все такие, там хор не такой, там группа не такая, там пастор не такой, там детское служение не такое, и так далее, и там подобное, и все». И он говорит, «Вот мы, наверное, вот еще не нашлись, не определились, хотим вступить какую-то церковь, но еще не определились». И он сказал им такие слова. Он сказал мужу, этой парочке сказал, «Дорогой друг, если вы найдете такую церковь, пожалуйста, не вступайте туда, потому что, да-да, она перестанет быть совершенной». Согласны вы, друзья, да? Мы же все ищем, потому что мы совершенные, и мы же ищем совершенную церковь, которая проходит под нас, но такой церкви не бывает. Скажем и аминь, братья и сестры, не бывает. И в Америке в богословии даже специальный термин такой придумали. Не слишком уж такое богословское название, но очень правильно называется «черчхопинг». Понимаете, да? Когда мы прыгаем, прыгаем от одной церкви в другую, бегаем и бегаем и бегаем и бегаем. И следующее понятие могут понять только те, которые русский язык хорошо понимают. Называется оно благословение колобка. Знаете, что это колобок, да? Тот, который говорит, «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» и так далее. И сегодня, говорят, на христиан есть благословение колобка. «Я от Богдана ушел, я еще куда-то ушел и от американцев уйду, потому что все они плохие». Но не можем мы всегда же бегать и прыгать. Согласны вы, друзья? Не можем мы. Не можем мы. Идеальной церкви нету. Не надо убегать, потому что, мои дорогие, от себя никуда не убежишь. От себя никуда не убежишь. И некоторые люди бегают и бегают и бегают, потому что у них сердце ранено. И тебе надо не убегать от церкви, а надо разрешить Иисусу прикоснуться к твоему сердцу. Он хочет этого сделать. Ты будешь искать и бегать по церквям, пока ты не найдешь исцеления в Иисусе Христе. А Он хочет сегодня этого исцелять. Может быть, тебя ранила церковь, тебя ранили христиане. То я расскажу один пример, который сказал мне один брат. Сидели три еврея. Это не анекдот, а пример. Хорошо, чтобы вы думали. И так рассказывают они о том, какое же самое большое чудо они пережили в своей жизни. И один говорит о том, что он был больной, и он пришел в синагогу, и Рави помолился за него, и он стал здоровым. А другой сказал, что у него дочь была больная, и он ходил по всем врачам, и ничего не получалось, пришли в синагогу, и когда они пришли в синагогу, Рави помолился, и дочь выздоровела. А третий говорит, вот типичное такое правильное начало, у меня были деньги. И он говорит, я пришел к Равину и сказал, дай мне правильный какой-то совет, куда мне вложить эти деньги. Он сказал, у меня есть правильный совет, вот вложи в такие акции, вложи такие, такие счеты, вложи такие деньги. И я вложил, как сказал Равин, вложил все свои деньги, и все потерял. А они на него такие глаза, а в чем чудо? А в чем чудо твоего вот этого вложения? Он говорит, а чудо в том, что несмотря на то, что я все потерял, я не разочаровался ни в синагоге, ни в Равине. Понимаете, о чем идет речь? Мы нам же что-то сделали, на нас косо посмотрели, и мы уже сказали, вот эти лицемеры, вот эта церковь нехорошая. Может такое быть, братья и сестры? Не разочаруйся, не разочаруйся в Боге, не разочаруйся в церкви, не разочаруйся во Христе. И мечи наши, которым мы должны сражаться, это мечи прощения. Согласны мы, друзья? 70 раз все на тебя косо посмотрели, на тебя неправильно поняли, не разочаруйся в Боге, и не разочаруйся в церкви. Последнее. Третья задача, которая стоит перед нами. Вначале, прежде чем я озвучу эту задачу, расскажу вам один пример. Ваш американский политик, которого звали Атн Бернс, который умер в 87-м году, служил многим президентом, был известным дипломатом, и во время его политической карьеры в Белом доме начали вводить так называемый молитвенный завтрак. И в этом молитвенном завтраке собирались политики, чтобы помолиться рано, прочитать Слово Божие, помолиться и идти на свою работу. И вот там приходили люди разные, люди разные вели этот завтрак, и вот однажды Артур зашел на этот завтрак, чтобы вместе там просто посидеть, послушать, что они делают, и молодой человек, который не знал его, а он был евреем, не знал, что он еврей, он предложил ему в конце помолиться. А те, которые знали его, были в шоке, что сейчас будет. Христианский молитвенный завтрак предложили практикующему еврею помолиться, чтобы он помолился для того, чтобы закончить этот молитвенный завтрак. И он помолился такой молитвой, которая вошла в историю. Он молится такими словами. «Небесный Отец, я молю тебя, чтобы ты сделал все, чтобы евреи познали Иисуса Христа». Христиане начали ликовать в своем сердце. Вот это молитва. «Я молю тебя, чтобы ты сделал все, чтобы мусульмане познали Иисуса Христа». Как правильно думали все люди. И потом он заканчивает молитву своими такими словами. «И, наконец, я молю тебя, чтобы ты сделал все, чтобы христиане познали Иисуса Христа». Аминь. Аминь, братья и сестры, чтобы все сделать, чтобы христиане познали Иисуса Христа. Третья наша задача, которая стоит перед нами, христиане как Христос. Первая задача – это отложить меч и характер Петра. Вторая задача – даже если тебе сделали больно, не разочаруйся ни в Боге, ни в церкви, ни в Христе. А третья задача, которая стоит перед каждым из нас, перед тобою и мною. Христиане должны не только носить имя, мои дорогие, а быть и жить, как Христос. Это наша с вами задача. Христос, вы знаете, перед этим Он молился. Капли пота были, как что, братья и сестры? Как капли крови. У него было такое борение, такое мощное борение, которое он пережил. И вот этот человек, который знает, что сейчас его будут истязать, будут его пытать, потом поведут на крест. Какая тебе разница до этого уха? Какая тебе разница? Но он что делает? Он прикасается к этому уху и исцеляет. Не сказал, Малх, какой ты грешный человек. Ты знаешь, на кого ты вышел. Я Мессия, Сын Божий и так далее. Никаких проповедей, ничего. Просто подошел и прикоснулся. Христос, какая тебе разница до этого человека? Братья мои и сестры дорогие, христиане, как Христос. Какая нам разница для других людей? Должна быть разница. Аминь, друзья, должна быть. Не можем мы пройти мимо других людей, просто пройти мимо христиане, как Христос. И Петр, который думал, что он такой, извините меня, крутой, что он может мечом размахивать направо и налево, потому что он может защищать Христа, не знал, что через пару часов, через пару часов, исцеляющий взгляд, исцеляющая рука Иисуса Христа понадобится ему. Он трижды отрекся от Христа. И Христос только однажды посмотрел на него. И написано, «И выйдя вон, этот Петр горько заплакал». Он думал, что он такой, он может резать направо и налево. И, может быть, ты тоже так думаешь, что ты такой уж прям направо и налево. И думаешь о том, что и ты будешь когда-то нуждаться в других людях, когда-то нуждаться в Иисусе Христе. И выйдя вон, он громко заплакал. И что делает Христос? Именно после этого он исцеляет и сердце Петра, израненное, горько плачущее. А до этого он исцеляет Малха. И Христос говорит всем нам, и обидчикам, и обиженным, «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Аминь, братья и сестры. Малхи и Петры, наше спасение только в Иисусе Христе. Твой характер ты должен сложить вот здесь, перед Иисусом Христом. Характер твоего папы, характер твоей мамы, твои какие-то непонятия, твоя борьба за что-то и так далее, ты должен сложить перед Иисусом Христом. Известный вам человек, звать его Йоганнес Раймер, он у вас проповедовал, это мой друг, это мой ментор, человек, которого писал я магистрскую, докторскую диссертацию. Прекрасный наш человек, с которым мы много сотрудничаем, работаем и так далее. Вот в сентябре прошлого года есть такой международный евангельский альянс. У них есть такая комиссия, такой альянс для того, чтобы делать именно мир и примирение между народами. И в сентябре прошлого года Йоганнеса назначили директором этого международного альянса. Работа по всему миру, в этом альянсе 670 миллионов христиан, которые соединены там, и его поставили директором над этой организацией. И когда его поставили для того, чтобы делать мир между народами, примирять народы, он говорит, я молился Господу и сказал, Господи, это такая важная задача, мне 62 года, и я хочу, чтобы ты послал мне людей, которые действительно помогли мне сделать эту задачу, которую доверили мне мои братья и сестры. Я бы мог рассказать множество моментов, где мы пережили, где он переживал, как Бог именно людей посылал, различных людей, которых он даже не знал. Но один из примеров, который относится к нашей сегодняшней теме, я хочу обязательно рассказать. Позвонил ему человек, звать его Джозеф Накуматира. Джозеф Накуматира живет в стране, вы видите, здесь в Африке такая маленькая страна, которая называется Руанда. Более 20 лет назад в этой Руанде произошел ужасный геноцид, когда христиане, минониты, баптисты, пятидесятники, лютеране убивали друг друга. За короткое время больше одного миллиона людей убили. Это был ужасный геноцид, которое произошло. Одно племя против другого племени, христиане убивали христиан. И Джозеф Накуматира позвонил и сказал, Господь сказал мне, найди в Германии такого Йоганнеса Раймара и позвони ему, и расскажи ему свою историю, и скажи, что ты согласен с ним сотрудничать. И он рассказывает такие слова. Джозеф сегодня пастор пятидесятнической церкви в Руанде. Он говорит, когда Бог призвал меня на пасторское служение, я молился о том, что нужно сделать для того, чтобы росла моя церковь. И Господь сказал ему такие слова. Прежде чем сказать, чтобы Господь ему сказал, скажу, что когда произошла эта битва, когда убивали друг друга, убили все его родство. Он единственный, который выжил. Мать, отца, всех братьев и сестер, бабушек, дедушек, всех убили. И Господь сказал ему такие слова. Пойди к тем людям, которые убивали твоих родных, и попроси у них прощения. Он говорит, Господи, я не ослышался. Я должен у них просить прощения, ведь они виноваты, ведь они убивали. Господь сказал, пойди к ним, примирись с ними, и попроси у них прощения. И Он говорит, я пошел к этим людям, попросил у них прощения, примирился. И церковь стала радикально расти. И Чозеф Накуматера сказал, Дух Святой, сказал, чтобы я позвонил Юганусу и сказал, я пережил процесс примирения и готов сотрудничать с тобой в твоей организации по миру и примирению между людьми. Может быть, ты сегодня тот человек, которому нужно выйти навстречу и пожать кому-то руку. Ты ждешь, что кто-то придет к тебе, ведь тебя обидели. Ведь ты-то не виноват. Эти христиане, эти лицемеры и так далее, тебя обидели. Но сегодня Бог обращается к тебе и говорит, что ты должен сделать первый шаг. Может, кому-то сегодня позвонить. Может быть, кому-то написать письмо. Может, кому-то после церкви подойти и сказать, я ношу рану, которую ты мне причинил. Или, может быть, ты причинил рану, и тебе нужно подойти и кого-то попросить сегодня прощения. Это не очень легкая проповедь, друзья. Не очень. Господь положил мне на сердце, говорить сегодня здесь это. Потому что слишком много людей, которые носят себе непримирение, и у них нет никакого продвижения в духовном, у них нет никакого роста. Это влияет на семью, на брак, на духовное, на все сферы жизни. Сегодня момент, когда Иисус может положить руку на твое больное сердце, на твое больное ухо и исцелить его. Аллилуйя. Согласны вы, друзья? Тема моей проповеди называется промахнулся. Петр вообще хотел еще больше сделать, но только ухо отсек, и уже это было неправильно. Три человека, как я сказал, есть в этой истории. Один – это тот, который обижает других людей. Другой – это который обижен христианами, который нанесли рану христиане. И третий – который примеряет и исцеляет других людей. Я не знаю, кого ты сегодня нашел и кого ты сегодня смотрел, где ты себя нашел, но одно хочу сказать, мои дорогие братья и сестры. Не имеем мы права быть обидчиками. Не имеем мы права ранить христиан. Даже если у нас такие правильные мотивы, и мы делаем это ради Иисуса Христа, не имеем мы на это права. Скажем мы «Аминь», братья и сестры. Не имеем мы права. Но в то же самое время, если тебе нанесли раны твои родители, еще кто-то, твой муж или еще кто-то, твоя церковь или еще кто-то, не имеешь ты права остаться обиженным. Не имеешь ты права. Единственное, чему призывает нас Господь, чтобы ты и я имел служение примирения. Аминь, братья и сестры. Молимся Богу.